МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти кадры были сняты в пятницу. С кустарников и машин свисают сосульки, а с обледеневших троллейбусных проводов сыпятся искры. На республику обрушились разом мокрый снег и ледяной дождь. Из-за обильных осадков в 10 районах обрывались линии электропередач. Повсюду повалены деревья. В некоторых селах жители остались без тепла и света. И в субботу вечером количество обесточенных домов увеличилось. Глава Чувашии заявил о том, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее обращение мы подписываем в адрес председателя правительства Российской Федерации и обращаем внимание всех служб, чтобы соответствующие документы вовремя оформляли для того, чтобы по представленным документам в Министерстве финансов Чувашской Республики будет работать своя служба. Эффективное взаимодействие, она организована. Я вчера слушал доклады разных руководителей служб и ведомств через каждые три часа. Рассчитывали, что ситуация будет улучшаться. К сожалению, ситуация ухудшалась. И с учетом похолодания к вечеру вчерашнего дня, в принципе, у нас количество домохозяйств, которые остались перед электроэнергией, стало больше. Совместно с Морской Волгой и Чувашей НРГ вывели список, в каких? В 10 районах, в какое количество трудится привлеченного персонала. Я, позвольте, озвучу. Чебосарский район 44, Маргаушский 47, Ядринский 26, Аликовский 31, Цивильский 20, Марпасадский 10, Урмарский 18, Шумерлинский 17, Красночитайский 14. Это цифры для того, чтобы главы ориентировались, какое количество нам сегодня необходимо обеспечить. Завтра к вам ведом мы можем горячее питание. Службы потребка операции сегодня введены в режим также чрезвычайной ситуации. Все приступили к работе уже с утра. Подготовлена группа психологов для работы с населением и с людьми, попавшими в сложную ситуацию. И одним из предложений, помимо введения режима чрезвычайной ситуации, я хотел бы предложить главам администрации поработать с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в связи с тем, что в условиях понижения температуры люди будут обогревать в отсутствии тепла. Возможно будет усиление нагрузок на печи, на печное отопление. В связи с этим возможно возникновение дополнительных пожаров. Но первым делом необходимо восстановить работу детских садов, школ и больниц. В ряде районов учебные заведения остаются без электричества. Но уже решается вопрос, что дети могут досрочно уйти на каникулы. Допустим, в Валиковском районе из 12 школ 7 отапливается без электричества. Несмотря на то отсутствие электричества, то есть тепло есть. А остальных 5 и нет тепла и электричества. И поэтому сегодня основная задача, с учетом того, что у нас есть временной фактор, выходные дни, дети в домах, не в школах, к концу дня будем принимать решения. Особенно по Маргаушевскому району наиболее сложная ситуация. Тут 24 школы и 8 садиков. Поэтому о начале каникул мы решим к концу дня. По ситуации на объектах образования, из 25 школ в 3 только есть тепло и электричество. По остальным объектам на сегодняшнее утро нет. По детским дошкольным учреждениям из 14 в 4 тепло и электричество. Других также нет. Без электричества в республике остался и санаторий и лесная сказка. Всех детей оттуда отправили домой. Больницы и районные ФАПы, которые попали в зону ЧАЭС, подключили. Генератором. Включено было потребителям первой категории. Это, прежде всего, учреждения здравоохранения, больницы, поликлиники. Содействовано 13 источников резервного питания. Это дизель-генераторы. А всего их на сегодняшнее утро работает 28. Конечно, этого недостаточно. Прежде всего, наша задача, задача органов власти, обеспечить бесперебойным источником питания потребителей первой категории. Объем восстановительных работ настолько велик, что на помощь прибыли бригады из Саратова, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Пензе, Нижнего Новгорода, Владимира, Кирова и Саранска. Всего же в ликвидации последствий ЧАЭС участвуют более 100 экстренных бригад. Специалисты работают круглые сутки. В городе необходимо не только восстановить электричество, но и убрать поваленные деревья. Спецавтохозяйство бесплатно от всех предприятий и организаций принимает поврежденные деревья, ветки. И в чуть ли круглосуточном режиме они тоже работают. Сейчас полная ревизия идет. И сегодня идет над тем, чтобы дополнительные бригады создаются. Чтобы и эти, если деревья будут оценены, представляют угрозу, они тоже будут вырубаться. Одна из серьезных проблем – отсутствие освещения на улицах. Чтобы оперативно устранить аварии на подстанциях, глава республики призвал отпускать необходимое оборудование без предоплаты. Я обращение сделал в адрес руководителя наших коммерческих организаций, которые занимаются производством электротехнического оборудования, микропроцессорных изделий, релейной защиты, автоматики. Они со склада без предоплаты будут отпускать все те изделия, которые необходимы для своевременного устранения аварии. Но, по всей видимости, экстренным бригадам понадобятся не только оборудование, но и новые опоры. Из-за резкого похолодания, отмечают специалисты, разрушаются даже железобетонные столбы. Не дожидаясь предварительных заявок, в Чувашии начинают оформлять документы и страховые компании. В республике создан оперативный штаб и работают горячие линии. Их номера можно узнать в специальном баннере на официальном портале органов власти. Редактор субтитров А.Семкин